Последний раз этот ресторан принимал гостей три месяца назад. И это несмотря на то, что объект был уже официально отключен от коммуникаций. Амати привлекал множество клиентов не только из-за своего уникального фасада в форме скрипки, но и кавказской, европейской и японской кухней, да еще и относительно недорогим чеком. Последний раз большие мероприятия у нас проходили примерно в апреле месяце, то есть это весна. И то мы уже были на тот момент закрыты по решению суда, но от мероприятий отказаться не могли. Выкручивались как могли, то есть мы подключали воду. У нас работал генератор. Мы на данный момент отключены от всего. Земельный участок, на котором сейчас расположен ресторан, был арендован на три года с 2009 по 2012. За две недели до окончания этого срока между владельцем ресторана и арендатором был заключен новый договор, по которому права собственности перешли новому хозяину в полном объеме. Но, согласно кадастровому паспорту, эта территория принадлежит муниципалитету. Причиной обращения администрации в суд стало выявление еще одного нарушения. В решении Лазаревского суда обозначено, что согласно договору аренды территория предназначена для придорожного сервиса, но появился тут объект общественного питания, что не соответствует свидетельству о государственной регистрации права. Рассмотрев все материалы дела, суд решил признать объект самовольным и постановил, что хозяин ресторана должен снести его за свой счет. Хозяева приняли все это дело и с сегодняшнего дня начинают выполнять решение суда. Я понимаю, что здесь была крупная ошибка юристов, хозяев этого ресторана, поэтому юридические вопросы они будут решать параллельно, если они считают это возможным, а мы будем в свою очередь этот ресторан сносить. Затраты на снос уже составили 10% от затрат на его возведение. Всего же владельцы потратили на строительство ресторана больше 160 миллионов рублей. Начали демонтаж с летней террасы, которую так и не успели достроить. В основном же здании ресторана готовят к вывозу мебель, кухонное и музыкальное оборудование. Ресторан «Амати» проработал всего полтора года. Владельцы, в свою очередь, намерены оспаривать решение о сносе, надеясь, что игра их в скрипке продолжится. Но уже по нотам закона. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.